Вакцинация против ковида противостоит этому заболеванию, и мы избавимся от него, потому что на самом деле вакцин идеальных нет ни против какой инфекции. Это невозможно. Все, что касается инфекции, они мутируют, как и опухоли, изменяются и уклоняются от того воздействия иммунной системы и вакцинации. Я хочу вас ввести в состояние понимания, что происходит сейчас с коронавирусной инфекцией в России. Здесь я добавляю количество зараженных, погибших, выздоровевших на 22 сентября этого года. Мы видим, что ситуация еще не контролируема, и это связано с тем, что, скажем, данные статистики по Москве и по Петербургу на 21 сентября и 22 сентября. И мы видим прирост как в Москве, так и в Петербурге. Но обратите внимание, что все-таки в Москве летальность ниже, чем в Петербурге. В Петербурге сейчас ситуация несколько более серьезная. Поэтому это такое введение понимания, что сейчас происходит. Какие же сопутствующие заболевания у пациентов с COVID-19? Это произведен анализ 5,5 тысяч пациентов с летальным исходом. Кто же погибает? Погибают пациенты с гипертензией, диабет, гиперлепидемия, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, деменция. И видим, где находятся пациенты онкологические. Конечно же, и мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, они также вносят свой вклад. И 86 пациентов, умерших от COVID-19, имели по меньшей мере одно из сопутствующих заболеваний. Но мы знаем, что люди могут иметь несколько сопутствующих заболеваний. И это, конечно же, усложняет течение этого заболевания. Метаанализ 14 исследований. 63 тысячи пациентов включены в исследование. И более 2,5 тысячи с онкологическими заболеваниями. И мы видим, что рак был фактором риска смерти среди пациентов с COVID-19. И самая высокая смертность, она отмечена в Испании, и самая низкая – в Китае. Какая же эффективность вакцин против COVID-19? Огромное количество ученых занимается разработкой противоопухолевых вакцин в академических лабораториях, в фармкомпаниях. И в настоящее время в России зарегистрировано несколько вакцин. Это вакцины цельновирионные, это убитые вирусные частицы. Вакцина называется Ковивак. Есть пептидные, есть векторные вакцины, где генетический материал вируса в составе аденовирусного вектора. Это спутник Ви и спутник Лайт. Это те вакцины, которые в настоящее время очень активно используются в нашей стране. Есть пептидные вакцины, которые также проходят клинические исследования. Это эпивак, корона, новосибирская вакцина. И генетический материал вируса может быть упакован и представлен в качестве вакцины. И это вакцины, которые содержатся в различных вакцинах, разрабатываемых в мире. Какая же сравнительная оценка рисков аденовирусных векторов? Я хочу обратить на это внимание, потому что в настоящее время мы знаем, что мы вакцинируемся, необходимо ревакцинироваться, и у нас часто используются вакцины спутник Ви, спутник Лайт. На самом деле есть оценка рисков аденовирусных векторов, в составе которых находится S-белок коронавируса SARS-CoV-2. Проведено исследование векторных вакцин на основе человеческих векторов. Это спутник Ви, китайская вакцина, и обезьянного аденовируса, который также используется в вакцинации наших пациентов. Какая же цель исследования? Провести иммуноферментный анализ белков аденовируса и связь их с нервной системой человека, на которых содержание гомологичных последовательностей для оценки потенциальных рисков иммунного поражения нервной системы. Для компьютерного анализа использовали последовательности 449 белков нервной системы, белки иммунной системы, структурные белки аденовируса, S-белка коронавируса SARS-CoV-2. И было показано, что среди исследованных вакцинных препаратов вакцина на основе аденовируса обезьяны имеет потенциально наибольший риск неврологических осложнений. То есть это исследование проводится, и, так скажем, я думаю, что будут сделаны определенные выводы. В последующем, какой же вакциной нам ревакцинироваться? Вакцинироваться, понятно, уже зарекомендовал себя спутник ВИ, спутник ЛАЙТ. Но то, что касается наших пациентов, в рекомендациях к этим вакцинам написано с осторожностью у пациентов со злокачественного образования. И принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. Эпиваккорона, вакцина на основе пептидных антигенов, она очень интересна. И мы знаем, что есть противоопухолевакцины, которые проходят клинические исследования на основе пептидных антигенов. В настоящее время и с вакцинными препаратами, с иммунологическими адъюбантами. То есть это исследование проводится. В настоящее время эпиваккорона получила модификацию, и называется эпиваккорона-H, модификация, в которой были объединены три пептида из трех, которые входят в эпиваккорона. Противопоказанием при отсутствии доказательной базы злокачественные заболевания крови на образование клинические исследования не проводились. Но в инструкции написано, что является противопоказанием. Кови-Вакк – очень интересная тоже вакцина с историческим прошлым. Это вакцина, которая содержит цельноверионные, концентрированные, очищенные частички вируса. И в рекомендациях также написано «с осторожностью» в список заболеваний, где онкологические заболевания возможно отнести к иным тяжелым болезням. В настоящее время вакцина «Спутник Ви» зарегистрирована в августе 2020 года, содержит два компонента, которые усиливают действия друг друга. Есть описаны вспомогательные вещества, вводится двукратно, через 2-3 недели эффективность, по последним данным, эффективность менялась, была 96%, сейчас 91,6%. То есть не всех вакцинируемых она защищает. «Спутник Ви» подтверждена эффективность против новых штаммов. Мы знаем, что вирус мутирует, и мы знаем, что появились формы альфа, бета, гамма и дельта-штаммы. Впервые дельта-штамм выявлен в Индии, и в Москве несколько штаммов этих мутаций. И это связано с рецептор, связывающим доменом РБД. Но в то же время эта вакцина характеризуется реактивностью, безопасностью, что является главным при разработке и использовании в клинике этих вакцин. Но защитный титр антител в настоящее время неизвестен, то есть идет изучение. Противопоказанием является гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний. Реакция на постфакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцины. Различные острые инфекционные, неинфекционные заболевания. И в таких случаях вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых РВИ, после нормализации температуры. Противопоказанием является иммунодефицит первичный. Было противопоказанием беременность, но сейчас это исключено. Остается период грудного скармливания. Дети до 18 лет. Отдельным противопоказанием для введения второго компонента спутника ВИ может быть методвод, если после первой вакцинации наступает тяжелое постфакцинальное осложнение. Анафилактический шок, тяжелая генерализованная аллергическая реакция, судорожный синдром, температура выше 40 градусов. Повторная вакцинация другими препаратами возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которой возникла аллергическая реакция. Спутник ВИ можно с осторожностью после консультации профильного врача назначать пациентам с различными хроническими заболеваниями, с эндокринными заболеваниями, с тяжелыми заболеваниями системы крови и другими острыми ситуациями. Им методвод дается, если состояние конкретного пациента нестабильно, и врач считает, что в данный момент от прививки нужно воздержаться. То есть в каждом конкретном случае врачебная комиссия, профильные доктора определяют место и время проведения вакцинации. Очень важно оценить соотношение пользы и риска, так написаны в инструкции. Для онкологических пациентов коронавирус может нанести больше вреда, чем онкологическое заболевание. Прием препаратов, которые влетают функции иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации. И принять решение о корректировке приема лекарств может только лечащий врач. Надо помнить об аутоиммунных заболеваниях, потому что это может привести к обострению заболевания и развитию тяжелых жизнеугрожающих состояний. В то же время мы знаем, что спутник ВИИ уже показан для беременных, то есть противопоказания были сняты. Об этом заявил глава Министр здрава Российской Федерации Михаил Мурашко. И к августа 2021 года уже вакцинировано более 800 беременных женщин, но оптимальным периодом считается срок беременности после 22 недель. И уже в Москве в июле 2021 года на базе Морозовской детско-городской больницы началось клиническое исследование спутника ВИИ для подростков 12-17 лет. Дозировка в этом случае уменьшена в 10 раз по сравнению со взрослым. Спутник ЛАЙТ тоже очень интересная вакцина и содержит только один компонент из спутника ВИИ. Но я хочу сказать, что он вводится однократно и в настоящее время показано, что в состав спутника ЛАЙТ входят белки SARS-CoV-2, которые характеризуют именно дельтаформу. КОВИВАК – это вакцина, зарегистрированная в феврале 2021 года, уже поступила в гражданский оборот, содержит убитый коронавирус, вызывает образование антител против С-белка и других вирусных белков, вводится также двукратно с интервалом 2 недели, но клинические исследования вакцины завершатся только в декабре 2022 года. В разработке находится версия вакцины против варианта Дельта. И в настоящее время опубликованы результаты, которые подтверждают образование вирусов, нейтрализующих антител, у животных. Но то, что касается человека, это еще изучается. Эпивак корона Новосибирск также зарегистрирована, поступила в гражданский оборот в декабре 2020 года. Она состоит из трех пипидных белков С-вируса SARS-CoV-2 и вводится также двукратно, характеризуется реактивностью, но в настоящее время защитный титр антител в настоящее время неизвестен, он изучается. Здесь также прописаны критерии оценки эффективности, противопоказания, и противопоказанием является злокачественное заболевание и новообразование. Доклиническое изучение репродуктивной токсичности эпивак корона – это различные эмбрио- и фитотоксические действия, генеративная токсичность и так далее. Это все прописано в инструкции, я не буду на этом останавливаться. Но эпивак корона является интересной и подходит для ревакцинации. Ею можно прививаться ежегодно по аналогии с вакцинацией от гриппа. И эпивак корона хорошо переносится пожилыми и неизучено у онкологических пациентов. Защитный титр также неизвестен. Какая же стратегия вакцинации против COVID-19 в России? Планируется это временно методические рекомендации Министерства здравоохранения 2021 года. Стратегия заключается в вакцинации до достижения уровня коллективного иммунитета населения, проводить вакцинации по эпидемическим показаниям через 6 месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и ранее вакцинированных лиц, или через 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации. И называется это экстренная вакцинация. То есть это неузаконенный еще термин. Также стратегией вакцинации против COVID-19 в России является важным достижением целевого показателя уровня коллективного иммунитета, повторяюсь уже, и переход на рутинную вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания, или вакцинации, повторной вакцинации. В настоящее время не существует утвержденного маркера, который определяет защитный титр антител как для людей, которые перенесли COVID-19, так и для вакцинированных. И эти, так скажем, параметры находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе и в ВОЗ. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо своевременно вакцинировать граждан вне зависимости от наличия и количества у них антител. Рекомендации НССН. Задержка лечения с метастатическим раком может привести к ухудшению состояния и закрытию окна терапических возможностей. Необходимо изменить существующие практики лечения, например, выбор в пользу гормонотерапии и отсрочки операций для пациентов с ранней стадии рака молочной железы. Задача онкологических центров – приложить все усилия для бесперебойного обеспечения помощи онкологическим пациентам. То есть это находится на первом месте. Проведено исследование, вакцинация пациентов с злокачественными образованиями. И противоопухолевое лечение продолжалось у этих пациентов. Они получали файзерскую вакцину. В исследовании включен 151 пациент с онкологическим заболеванием. И здоровые лица. И если мы посмотрим на здоровые лица, мы с вами увидим, что не у всех после первой вакцинации формируется иммунитет. Но практически 100% формируется иммунитет после второго введения. Картина с солидными опухолями, с гемобластозами. Вы видите, что не достигается образования антител у пациентов с иммунодефицитными состояниями. В настоящее время в контексте разработки государствами своих стратегий вакцинации Европейское общество медицинской онкологии ЭСМО, которое представляет более 25 тысяч специалистов-онкологов, просит рассмотреть следующее. Первое. Вакцинируйте всех больных раком в соответствии с принципами и целями ВОЗ, направленными на снижение смертности и бремени болезней. Пациенты с активными заболеваниями или получающие противоопухолевое лечение заслуживают дополнительного приоритета, если только не существует ограничения. Тщательно собирайте данные с помощью подходящих исследований и реестров для мониторинга воздействия вакцин на уязвимое население, включая пациентов с раком и их иммунный ответ. Просвещайте общественность и пациентов и предоставляйте им актуальную информацию. Было проведено исследование, где сравнили нежелательные явления у пациентов, которые получали терапию ингибиторами контрольных точек и здоровый медперсонал. И мы с вами видим контроль, это синяя точечка. Наблюдалась усталость как у здоровых лиц, так и у пациентов, которые получали чекпоинты. И все эти нежелательные явления, которые мы с вами знаем, у пациентов на терапии ингибиторами контрольных точек не выражена, не отмечалась разница по сравнению со здоровыми лицами. И рекомендации по вакцинации против COVID-19 у онкологических пациентов. Также прописано время вакцинации, прописано, когда необходимо отложить вакцинацию, когда необходимо, так скажем, немедленно вакцинировать при доступности вакцин и немедленно при доступности или за сколько-то дней до операции. Я не буду озвучивать длинный, так скажем, перечень. Это все опубликовано в рекомендациях Национальной сети онкоцентров НССН 30 августа этого года. Очень интересное исследование, не могу не остановиться, предварительное исследование, где онкологические пациенты получали терапию, лекарственное лечение и персонал клиники. Мы здесь видим, что персонал клиники, небольшое количество включенных в это исследование, но очень интересные иммунологические показатели. Исследовали те показатели, которые являются иммуносупрессирующими при назначении иммуносупрессирующей терапии. И провели это исследование и у здоровых лиц. И оказалось, что у онкологических пациентов происходят умеренные изменения в сторону провоспалительного состояния вследствие противоопухолевого лечения. Примерно на 50% снижается секрет сцитокинов по сравнению с общей популяцией. У здоровых лиц, по некоторым показателям, выявлено резкое снижение до 90% супрессорных клеток, и это способствует увеличению секрет сцитокинов. То есть необходимо проводить дальнейшие эти исследования. Обсуждается третья доза вакцинации для иммунокомпрометированных пациентов, то есть пациенты, которые получают любую системную терапию в течение года или после первого введения вакцины. С гематологическим и злокачественным образованием вне зависимости от получающей терапии, рецепиенты, трансплантации стволовых клеток, картит, технологии и так далее, в какие сроки необходимо можем вакцинировать. При активном применении стероидов в высоких дозах или других иммуносупрессивных препаратов, пациенты, у которых есть другие сопутствующие иммунодефицитные состояния, такие как ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, и также прописано, когда пациентов можно вакцинировать. И в заключение я хотела бы сказать, что несмотря на отсутствие конкретных доказательств онкологической пациенты, в начале пандемии рассматривались как группа высокого риска заражения COVID-19. То есть это было бездоказательно. Бездоказательным они были отнесены в группу высокого риска. И в настоящее время данные также не вполне убедительны. Потенциальную роль в лечении рака или противопухолевых препаратов в течение COVID-19 еще предстоит выяснить. Результаты могут свидетельствовать о том, что из-за различий в профиле иммунных клеток онкологических больных, получающих лечение, иммуномодулирующие агенты реакция хозяина на SARS-CoV-2 может быть снижена, но уменьшает выраженность симптомов. Здесь также представлены рекомендации по вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями. Эти рекомендации свидетельствуют, что для большинства пациентов, не для всех, для большинства пациентов, получающих иммунотерапию, можно продолжить вакцинацию. И иммунотерапию не нужно прерывать. И для пациентов, которые получают стероидные препараты, необходимо помнить, что кортикостероиды могут снизить ответ на вакцинацию COVID-19. Для пациентов, которые получают гормонотерапию, таргетную терапию, без признаков гематологической токсичности, вакцинацию можно проводить на фоне лечения. Для пациентов, которые получают химиотерапию или другие виды лечения, подавляющие иммунитет, в целом рекомендуется введение вакцины во время химиотерапии. Но поскольку вакцины могут вызвать лихорадку в течение первых 24-48 часов, предпочтительно получить вакцины при достижении стабильного уровня лимфоцитов и количества B-лимфоцитов. Вакцинацию следует проводить при возможности между циклами химиотерапии и завершить за 2 недели до начала химиотерапии. Если пациент планирует начать курс лучевой терапии или химиотерапии, то вакцинацию следует проводить за 2-3 недели до начала. Если пациенту планируется проведение хирургического этапа лечения, вакцинацию проводить за 14 дней или ранее до планируемой операции, либо после выписки из стационара. И слабый иммунитет гораздо лучше, чем полное его отсутствие. Поэтому с учетом распространения нового опасного штамма переболевших или привитых через 6 месяцев рекомендуется вторичная вакцинация. И в настоящее время главный онколог Минздрава, это его тезис, прежде всего хочу подчеркнуть, вакцинировать от ковида необходимо всем. Вакцина «Спутник Ви», в отношении которой мы ведем исследования, это проводится в онкологических центрах, о применении у онкопациентов безопасно. Самое главное у нас безопасность. И я хотела сказать, что новые штаммы, которые вызывают новую волну и так далее, я сейчас пролистаю. Я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге вакцинировано только около 30%. Так что мы это все понимаем. И у нас запланировано инициативное клиническое исследование, и мы планируем изучать в этом исследовании и образование нейтрализующих антител, и различные группы пациентов с тем, чтобы понимать собственные данные для того, чтобы сказать свое слово и свой клинический опыт. Спасибо.